друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие у нас с вами вторая часть моего обзора на сегодняшний ролик уралочки кто не смотрел зайдите посмотрите первая часть моего обзора уже на сегодняшний ролик уралочки вышла еще так скажем в районе обеда да немножко пораньше ну что ж друзья мои уралочка уралочка я смотрю они там немножко подшаманили на свое видео да изначально у них в названии было указано завтрак для моих мужчин а потом только было написано значит поездка в океанариум геленджика ну а сейчас поменяли названием поняли видимо что завтраком уже никого не удивишь друзья мои жрачки их удивляются только только их хомяки они прямо так бравируют так аплодируют вы знаете они пишут нам а вы а вы что не едите мы едим как нормальные люди а еще вы знаете они пишут нам на моем канале а вы что завидуете такой еде мне интересно какой такой огромному количеству картошки дешевой колбасы да чему там можно было позавидовать и вообще я хочу сказать что ну если только вы завидуете тому что кое-кто довел себя до 200 килограмм весом да вот просто интересно ну завидуйте дальше вам как говорится есть к чему стремиться а нормальные люди все прекрасно понимают тем более если ты вечером нажрался от пуза картошки и жирной соленой рыбы то какого черта вы несете 7 утра у вас еще организм не проснулся вы еще не заработали этот завтрак а вы жрете так как будто вы после пахоты как будто вы после двух смен в шахте отпахали что вам хочется есть и нажраться картошки этого да с яйцом с колбасой друзья мои там еще всякие разные значит и сыр у нее был да у нее был творог жирный сметана жирная она еще кричала дайте мне сахара сахарного песка нет да представляете вот только вдумайтесь кстати а где мед а где действительно мед а если бы был мед неужели бы она мед себе в тарелку не положила положила бы многие спрашивают а где перцы фаршированные друзья мои где где в карганде где конечно же в желудке учитывая сколько они пожирают на завтрак представляете после такого завтрака ты никуда не пойдешь тебе не захочется никуда идти это будет очень тяжело уж тем более плавать с набитым желудком это вообще очень тяжело это неправильно да но понятное дело что они никуда плавать не ходили они просто показали себя на набережной купили обду тогда мороженое а сарафан себе приобрел кофе на этом собственно все ну что друзья мои а мы продолжаем с вами обсуждение уралки из сарафана ну что же дошли доехали до геленджика друзья мои и оказались в океанариуме вы знаете если бы вот честно они просто сделали невозможное возможным вот эти два горе экскурсовода продемонстрировали себя ребят во всей красе обосрали даже даже друзья мои морских обитателей представляете это было просто нечто зашли как два дикаря но обду мы не имеем ввиду потому что обдуга не было не было видно и не было слышно да я имею ввиду уралку с сарафаном и как начали ребята красиво обалдеть уралка в этот момент друзья мои замахала руками руками замахала пыталась стучать по стеклу сарафан видимо зная ее как говорится да подумал на мир наверное что если она сейчас со всей дури начнет колотить по стеклу то она просто расколотит все вот эти вот аквариумы и случится что-нибудь не очень хорошее не очень приятное он говорит оля тут нельзя стучать ну да а самой догадаться что стучать и пальцами водить тоже как бы собственно не стоит далее далее уралкина слова о я думала это макет а она зашевелилась огорит как шланга о какие махенькие малюхохонькие да это прям как ситуация с кошененком кошение огорит какой кошененок да в кустах мне потом зрители пишут извините а что это такое ну действительно тут без бутылки не разберешься далее друзья мои а вот знаете нет бы нет бы почитать да а это что а это что а это что ну для дураков там же написано там же написано таблички с названием рыб да и так далее не вообще ничего не смотрят ну уже обосрали друзья мои рыбу о это косоглазая рыба а это говорит рыба как профессор ей бы говорит только очки надеть ну да в их понимании если в очках значит непременно интеллигент если в очках значит непременно учитель или профессор это вот я вчера для тупых уже приводила пример да я когда они напялили на обду вот эту бескозырку и сказали что начали уже дискредитировать наших военных наших да сказали о том что вот смотрите он тут капитан дальнего плавания я сказала уралки уралки если на тебя нацепить балетную пачку то это вовсе не значит что ты у нас превратилась тут же в балерину да это вообще абсолютно ничего не означает в общем ладно ну и что друзья мои стоят о какой шикардос сотри сотри га 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 боже мой знаете так посмотрел на них со стороны и думаю господи но если вы не знаете если вы настолько настолько косноязычные если вы настолько тупые ограниченные если вы два слова связать не можете но лучше бы либо молчали бы да чтобы в кадре не выглядеть такими идиотами да либо просто я не знаю поставили бы наложили бы какую симпатичную музыку которую бы пропустил бы youtube как раз таки вот на эту картинку да либо если вы знали что вы а вы знали что вы поедете в океанариум можно было немножко подготовиться можно было вообще посмотреть как другие блогеры да которые умеют разговаривать в отличие от уралки и сарафана как другие блогеры комментируют находясь в океанариуме можно было это сделать друзья мои можно было но это надо прикладывать хотя бы какие-то усилия а им и так достаточно понимаете и самое интересное что кто-то вот эту деградацию смотрит и еще и аплодируют друзья мои стоя да еще и аплодисменты им браво браво да давайте на бис и я вот так вот кстати посмотрела когда они стали орать ого шустрыки шустрыки цинь 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 кричит уралка да как ненормальная а я вот знаете просто думаю вот кто случайно вот рядом с ними оказался кто вот так вот случайно слышал их разговоры скажут точно это вообще какой-то уровень я не знаю трехлетнего ребенка наверное подумают что это какие-то неадекватные люди увидели от сарафана рёт оля за тобой акулы я в шоке друзья мои это что-то с чем-то это просто какое-то позорище самое настоящее да посмотрят кстати наша то сегодня была особенно хороша вот я часто говорю что у нее сегодня был причесон да как у алёши поповича и мои зрители тоже сегодня об этом написали друзья мои сзади смотришь волосы вот эти прилизанные да вот эти три пера в два ряда это просто какой-то кошмар вот это знаете как сопля волосы болтаются господи приведи ты себя в порядок в конце концов ты в одних и тех же распашонках в этих непонятных халатах нормальная женщина в таком виде никогда даже мусор не выйдет выбрасывать а ты в таком виде по набережной шляешься да на экскурсии ездишь черти как одета в океанариум и едешь это вообще это такое позорище ходит гуляет она по набережной одета вообще непонятно как слушай ты кричишь о том что ты швея но неужели ты себе шить не можешь ребят я понимаю почему она ходит в одном и том же я уже об этом говорила много раз но еще раз скажу вот все те вещи которые она нам показывает смотрите вот мне что пришло вот буду это выгуливать и это буду выгуливать и это буду выгуливать и нечего выгуливать потому что вещи которые ей приходят от василька там нет его ее размерного ряда одну единственную тунику она сумела натянуть на себя благо она еще не пошла они не разошлась по швам а все остальное на нее просто там не подходит там нет такого нужного размерного ряда поэтому она и ходит в том что у нее уже 10 или 20 лет блин но ты же швея ты же кричишь я такая швея я всех там обшивала и так ты чего не можешь себе шить нормальные вещи нормальные вещи ты знала что ты едешь на море ты говоришь ой я так быстро могу себе вот бы и шила бы себе какие-то нормальные вещи не ребят ходит черти как одета это какой-то кошмар да я на нее смотрю думаю ну прям наша худыха сегодня в ударе он ее опять снимает без фильтров во всей красе кстати про худых у меня сегодня написали что это типа что-то новенькое нет ребят это не новенькое это то как я уже ее комплиментами заваливала давным-давно да и придуманная мною малоешка и красопетовна это все я про нее говорила и в том числе и худыха я ее тоже называла но мы-то с вами не худыхи нам до нее далеко а она вот у нас самая настоящая худыха короче друзья мои это нечто о-о-о говорит рыбка золотая рыбка золотая далее сарафан подошел к одному из аквариумов и говорит а тут уже началось 18 плюс ну все сарафан срочно закрывай глаза раз 18 плюс хотя знаешь я бы мычала твоя бы точно молчала это те говорят люди которые знаете садятся за стол и у них начинается сразу же гастрономический оргазм одна начинает мэкать и бэкать другой начинает тоже там оргазмировать по полной программе да далее далее сарафан говорит какой-то жуки ну да а это говорит морской свинка боже мой ребят слава богу вот эта позорная экскурсия двух дикарей подошла к концу это просто какой-то кошмар я не знаю я почитала там комментарии в восторге тоже значит в восторге бьются в истерике там вот эти вот все хомяки уралки спасибо мы вместе с вами побывали на самой настоящей экскурсии боже мой придурочные включите вы любой youtube да youtube или любой канал или посмотрите как люди нормально проводят эти экскурсии вот понимаете их уровень вот поэтому собственно они удивляются чего мы говорим про уралку и сарафана они удивляются потому что они живут точно так же у них точно такой же уровень развития в общем слава богу это позорная экскурсия друзья мои подошла к концу спасибо большое да вышли вывалила строиться друзья мои да правильнее сказать вывалила строиться на набережной и стали осматривать что же там есть да друзья мои уралка увидела опять же золотую рыбку подбежала к ней начала ее тереть и говорить ой рыбка принеси нам счастье потом говорит да не 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 счастье то у нас есть уралка ну раз есть что же ты просишь это счастье далее кричит ой белочка знаете я уже ненароком подумала что может быть к ним уже белочка прискакала да но нет оказалось и правда там сидела белочка друзья мои щелкала орешки ну и туристы и и значит снимали там всяко-разно да в общем ну а далее примерка шляп примерка шляп от уралки да пока смотр я бы сказала практически самый настоящий мне знаете в шляпе с этими с короткими полями она напомнила фунтика друзья мои правда фунтик был очень стройненький и худенький и очень добрый и хороший такой персонаж весь из себя положительный но урал а уралка такая знаете фунтище или фунтище как-то так но это было что-то с чем-то и вы знаете мне так смешно стало когда она такая говорит ну что вот посмотрите типа вот мы приехали вот мы уже посмотрели и новороссийск мы уже посмотрели и геленджик и мне стало ребят так смешно думаю ну да а если она считает что она побывала на рынке в новороссийске и вот эта получасовая прогулка в новороссийске да на теплоходе она считает что она уже видела новороссийск уралка тут и там вообще ничего получается не видела а если она считает что она прошла с немножко по набережной геленджика да и побывала в океанариуме что она уже видела геленджик очень интересно прям вообще очень интересно вы знаете люди какие-то очень странные но хотят показать что да 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 мы уже много чего видели но друзья мои все это было цветочки ягодки ожидали нас с вами впереди когда они уселись жрать чурчхелу друзья мои да да это был какой-то кошмар вы знаете я думала она ее заглотит вместе с веревкой вы представляете но начнем с того что вот это вот лакомство да оно само по себе очень сытное очень сытное да но и как бы можно было есть аккуратно небольшими кусочками собственно и не обязательно было даже жрать все сразу но для уралки вы знаете вот этот вот кусманчик да вот эта колбаска вот эти лакомства это для нее на один зубок потому что она раз заглотнула и там уже половины не было я говорю я испугалась что она сейчас начнет жрать с веревкой сожрет с веревкой даже глазом не моргнет боже как она стала себя вести некрасиво ребят вы знаете вот все таки с кем как говорится поведешься до того и забеременеешь но это понятное дело прикол да это я к тому что понимаете раньше она вела себя как-то адекватнее раньше она была более такая нормальная да вот если даже смотреть как она ела и как ели вот эти вот ее двое да один из них уже 18 лет в россии живет никак не научится есть никогда не будет уметь есть да второй тоже ничему не научится а вот но как-то уралка была все-таки из них самая адекватная в этом смысле да но сейчас я смотрю как она стала реально деградировать с этими товарищей она реально с ними деградирует она даже не понимает что со стороны это это просто у нормального человека вызывает недоумение да и ужас дикий ужас когда смотрят как они жрут они не едят они реально жрут потому что они не научились есть это не еда это вообще непонятно что и вот когда она начала заглатывать а вот это чурчхеллу друзья мои она вот это знаете настолько неадекватно себя вела вот это сидит как свинья да вот мы это боже мой господи уралка ты на себя в зеркало посмотри как ты в этот момент со стороны выглядела ужасно комично нелепо вроде взрослая женщина и должна как-то что-то хотя бы ну да уже в своей жизни уметь хотя бы вести себя правильно там да сидит и говорит ой а я ее помыла я ее помыла она же на улице висит уралка правда а руки-то ты помыла мне просто интересно или так грязными руками сожрала ее ну то есть посмотрите посмотрите типа я такая правильная я помыла ну да обычно ничего никогда не моют а тут друзья мои прям взяли и намыли так смешно да так смешно это какой-то кошмар это когда у них помните черешню по моему обдуел да оказывается а что ее надо было мыть ну да действительно или абрикоса чё он там ел короче не суть важно что он там ел но уралка рассказывает о том что я очень устала я очень устала особенно я устала вот наверное типа может быть сегодня на море там пойдем не пойдем что-то это абду говорит а я не устала он говорит ну что она решила видимо его взять да друзья мои на понт и говорит ну что пойдем тогда на море уралка если он тебе скажет что он пойдет на море что ты будешь делать в общем я так понимаю друзья мои уралка опять просидела казалось бы чего они устали абду понятно он не устал до абду тоже пол дороги сидел ехал спал потом ел потом полчаса походил по океану арюмуч а чего они там устают ребят я не понимаю но уралка ничего ничего отдохнешь сейчас поставят тебя к полите часа так на два на три постоишь там наготовишь опять на маланину свадьбу сожрете за вечер завтра будешь готовить опять друзья мои вот такой у меня получился обзор пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока а